Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех телезрителей канала «Беларусь-4» и предлагаем провести это время вместе с нами. В эфире вечернее шоу «Добрый вечер, Гомель». Александр, я вот задаюсь вопросом, какой же город на Земле самый лучший? Татьяна, я думаю, что я отвечу на этот вопрос, потому что у каждого человека существует свой самый лучший и самый любимый город. Сколько людей, столько и мнений. Вселенная безгранична, но для каждого из нас она начинается с небольшого уголка, который каждому дорог. Я уверен, что для большинства зрителей нашей программы самый лучший и самый любимый город на Земле – это, конечно же, наш любимый Гомель. «Гомель уютный. Вчера, сегодня, завтра» – тема нашей сегодняшней передачи. Новость о том, что в республиканском конкурсе «Гомель» признан лучшим областным городом Беларуси по итогам 2015 года, наверное, уже знают многие. Поэтому мы, в свою очередь, решили посвятить этой теме целую передачу. И все о жизни нашего города, его достижениях, перспективных планах развития мы узнаем сегодня. А обсуждать эти вопросы мы будем с нашими гостями. Первый заместитель председателя Гомельского горосполкома Павел Евгеньевич Павлов. Здравствуйте. Добрый вечер. Заместитель генерального директора предприятия «Гомельское городское ЖКХ» Григорий Григорьевич Туровец. Добрый вечер. Добрый вечер. И начальник межрайонного отделения организации дорожного движения ГАИ ОВД Гомельского областполкома Руслан Артурович Колесников. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые гости, прежде всего, примите наше поздравление с таким событием. Гомель очередной раз стал победителем, уже не первый раз. По итогам этого конкурса вручен, вымпел, свидетельство, премия в размере 8 тысяч базовых величин. И также известно, что не менее 70% призовых будет потрачено на благоустройство. Есть ли планы уже у города? Куда будем тратить? Что будем делать? На сегодняшний день полученная данная сумма будет распределяться между администрациями. Ну и, понятно, каждая администрация, зная и более необходимые те вопросы, которые существуют перед главами администрации, будет направлять эти денежные средства преимущественно на дальнейшее благоустройство, ну, скажем так, на те работы, которые украсит наш город и в дальнейшем. Ну, вот сейчас в Гомеле ведется активное строительство новых жилых домов. Я думаю, что самое время рассказать подробнее, где сейчас возводятся многоэтажки. Ну, строительство многоэтажной живой застройки города Гомеля преимущественно ведется экономичных типовых потребительских качеств. Если посмотреть по конструктивам, то это крупнопанельное домостроение и так называемая серия широкий шаг. Если посмотреть по территориям, то это 94, 96 и 104 микрорайон в Новобелевском районе, 59 микрорайон в Советском районе. Если посмотреть по заказчику управления капитального строительства города Гомеля, то это мы все видим. Начато строительство многоэтажной живой застройки по улице Барыкина после сноса частного сектора. Также строительство дома по улице Карла Марса Сосская и строительство дома в 20-м А микрорайоне. Также у нас на сегодняшний день ведутся работы уже по точечной завершающей застройке, многоэтажной живой застройки в 16-м, 18-м, 19-м и 20-м микрорайоне. То есть мы видим, что строительство ведется как новых микрорайонов, так и завершается та застройка, которая была начата ранее. Нашим зрителям наверняка интересно узнать, где же будут еще новостройки. Может быть, какие-то другие районы, Костюковка будет застраиваться, Березки. Но ограничены ли только чертами города? Или все-таки... Если посмотреть, то можно сначала выделить, как уже было сказано, две крупные, скажем так, застройки. Это хутор 94-96 микрорайон и так называемая шведская горка. Это 59-й микрорайон. Но это то, что касается уже на сегодняшний день, где ведутся работы, где, можно сказать, мы будем завершать их в ближайшие годы, ну и таки получим два крупных микрорайона новых. Если посмотреть, то в целом можно разделить этот вопрос на, скажем так, два направления. Это которые находятся непосредственно в самой черте города Гомеля существующей, ну и, скажем так, за чертой уже сложившейся, застройки города Гомеля. Так вот, если посмотреть, то непосредственно в самой черте города Гомеля, это уже как, ну частично уже было озвучено, это 18-й, 21-й, 94-й, 96-й микрорайон и 59-й микрорайон. Существующие застройки будут продолжаться строительство. Если посмотреть свободные площадки, то это будет осваиваться свободная площадка в районе Якубовка-Чапаева. Также на сносе уже имеющегося частного живого сектора, после его сноса будет возводиться многоэтажная живая застройка. Это улица Богдана Хмельницкого, это та же самая улица Барыкина, это строительство по улице Полеской. Ну и, как я сказал, в том числе рассматривается вопрос строительства многоэтажной живой застройки за черту уже сложившейся застройки, которая сегодня есть в городе Гомеле. Но если посмотреть на эти объекты, то это строительство в районе бывшей воинской части Новобелецкого района. Также планируется и предусмотрено в новом откорректированном генеральном плане это освоение так называемого южного направления города Гомеле, куда пойдет развитие в дальнейшем нового микрорайона. У нас вот частный сектор останется в городе. Опять-таки, если брать Барыкина, дом там уже строится. Скоро, наверное, будет его ввод в эксплуатацию. Что все-таки ожидают вот эти вот дома? Ну, если посмотреть, то непосредственно сама улица Барыкина, как мы видим, здесь уже проведены наиболее значимые работы. Произведен снос частного сектора, уже пошел строительство многоэтажной живой застройки. Если посмотреть на перспективу, то у нас в целом работы по сносу частного сектора будут частично вестись непосредственно в центральной части нашего города. Мы видим, что здесь имеется большое количество частного сектора. Ну и, понятно, это основные направления, основные магистрали нашего города. Вдоль их будет производиться снос частного сектора и строительство многоэтажной живой застройки. Это уже, как было озвучено, улица Барыкина, улица Богдана Хмельницкого, улица Полеска, улица Ильича в Новобельском районе. То есть вот это основные направления, где мы будем плотно работать в перспективе на строительство многоэтажной живой застройки после сносы частного сектора. Ну, если появляется большее количество жилых домов, то, соответственно, инфраструктура должна развиваться. Как идет работа в этом направлении? Абсолютно верно. После того, как уже рассматривается вопрос по строительству многоэтажной живой застройки, необходимо подтягивать так называемую инфраструктуру. Но здесь можно вопрос разделить на два этапа. Скажем так, та инфраструктура, которая необходима для ввода непосредственно самих многоэтажных живых домов, это, понятно, все сети, электричество, тепло, газ, вода, как водоснабжение, так и водоотведение. Без этого не может идти речь про ввод и эксплуатацию живых домов, так и инфраструктура, которая необходима будет в последующем, когда, скажем так, будут заселены эти многоэтажные живые дома. Я имею в виду, это строительство объектов социальной значимости, это детские сады, школы, поликлиники, сады и прочее, прочее. То есть вот эти все работы, они будут, скажем так, идти непосредственно после того, как подступимся к вопросу строительственных этажных живых домов, и по мере возможности бюджетов будут вестись необходимые работы по ведению работ как самих сетей для ввода домов, так и работ, которые необходимо будет производить в последующем, для того, чтобы можно было комфортно, скажем так, проживать гражданам, ну и иметь ту инфраструктуру, которая необходима для благоустроенного проживания. Павел Евгеньевич, вот в продолжение этой темы. Очень много мы говорили о том, что можно первые этажи, многоэтажек, новостроек отдавать, например, под детские сады, опять-таки это будет как-то, может быть, экономить и средства бюджетные, и все, под поликлиники. Что у нас в этом направлении делается, есть ли какие-то планы? Ну, скажем так, вот же вот первый этап эксплуатации первых этажей, для того, чтобы использовать их в последующем под коммерческое использование, это так называемые различные магазины, офисы и прочее, прочее. Поэтому то, что возможно для, скажем так, наших жителей и заинтересованность определенного инвестора, уже проведена. Мы такие объекты имеем вдоль улицы Мазурова. Вот на сегодняшний день тот дом, который строится по улице Барыкина, в том числе предусматривает, что первые этажи будут использоваться для, скажем так, такого направления. И в последующем, скажем так, просматриваем строительство по улице Барыкина домов, в перспективе, чтобы первые этажи можно было использовать, ну, для различного направления. На сегодняшний день, вот как я уже сказал, осталась точечная застройка, в том числе и в 104 микрорайоне мы сегодня рассматриваем строительство дома и смотрим вместе с проектными организациями, с архитектурой, каким же образом можно первый этаж эксплуатировать, в том числе и вот то, что вы обозначили. Серьезно подходим к вопросу рассмотрения дальнейшего строительства в 59 микрорайоне, так называемой Шведской горке, где вот у нас имеются определенные зоны, где необходимо строить объекты социального назначения, для того, чтобы можно было наиболее рационально использовать имеющиеся площади. Скажем так, город Гомель, ну, имеет определенный, скажем, дефицит свободных площадей, поэтому подходим на сегодняшний день с учетом требований сегодняшнего дня и перспективы на будущее использования этих площадей. Смотрим, чтобы наиболее рационально разместить эти все объекты, как на свободных площадках, так и непосредственно на первых этажах новых возводимых многоэтажек. Ну, и еще вот такой вопрос. Часто вспоминают генпланы развития Гомеля 1977 года, если я не ошибаюсь. И что в нем было такого, что мы могли применить, а может быть, что-то еще можем взять, почерпнуть и в перспективе реализовать? Ну, действительно, основы развития, то, что мы сегодня имеем в городе Гомеле, ни для кого не секрет, уже были заложены в генплане 1977 года. Если остановиться на наиболее крупных направлениях и объектах, то уже там было предусмотрено, скажем так, развитие этих магистральных направлений, как восточный обход города Гомеля, как развитие направления север-юг, тоже очень серьезной магистрали. Также там уже тогда было заложено строительство 59-го микрорайона, это советский район, развитие железнодорожного района, это строительство многоэтажного жилья в районе Гомсельмаша, то, что мы сегодня уже имеем и видим, заселено нашими гражданами. Также развитие направления Барыкина, развитие многоэтажной жилозастройки в центральном районе, но здесь необходимо обозначить, что это подразумевало снос имеющегося частного сектора, и после его сноса строительство многоэтажной жилозастройки, которая необходима в центральном районе нашего города. Поэтому, скажем так, вот эти все основные направления, мы на сегодняшний день видим, что они осуществляются в планах сегодняшнего дня, ну и все лучшее с 1977 года генерального плана взято в генеральный план, который вот на сегодняшний день прошел корректировку в 2015 году, он так и называется, корректировка генерального плана города Гомеля, и на сегодняшний день он проходит утверждение. Если говорить о том, что лето – это ремонтные работы, мы уже это успели заметить, идет капремонт дорог на центральных магистралях, каких-то зданий, соцобъектов. Если можно, вот расскажите, что мы планируем, какой объем работ сделать, может быть, еще какие-то новые соцобъекты у нас будут вводиться, как правило, это к празднику города у нас что-то вводится, поликлиника в 17-м микрорайоне. Вот что в этом направлении делается? Ну, если посмотреть по крупному строительству, то, вот вы уже правильно обозначили, в этом году продолжается строительство поликлиники в 17-м микрорайоне, объект, скажем так, достаточно крупный, требует большого финансирования, и он идет, скажем так, не за один год, но в этом периоде, в 2016 году, его строительство продолжается, и мы можем увидеть все работы, которые на сегодняшний день ведутся. Также продолжаются работы по улице Советской 34, это, скажем так, объект так называемого Следственного комитета, тоже достаточно крупный объект, мы видим, что работы по этому направлению ведутся. Ну, планируем подступить в этом году, в том числе и работы по нашей транспортной инфраструктуре, здесь займемся ведением работы по расширению различных улиц, это и улицы Интернациональные, вот сейчас планируем подступить к улице Полесской, здесь рассматривается вопрос соединения улицы Докутовича с выходом на улицу Полесской, что, скажем так, логически завершит и соединит вот эти направления соединения улицы Советской, далее мы видим, были проведены работы по улице Кирова, то есть вот это логическое будет завершение вот этого этапа, ну и что позволит нам развязать определенное, скажем так, узкое место движения по улице Полесской, выхода на Полесский путепровод уже в этом году, ну, понятно, объект очень крупный, поэтому вот он имеет свое стратегическое направление поэтапной реализации. Центральный район, скажем так, сердце нашего города, какие планы есть по развитию этой части нашего Гомеля? Ну, если посмотреть, Центральный район, он уже исторически имеет свою сложившуюся застройку, здесь какого-то, скажем так, ну, ведение работ с новой чистой площадки уже на сегодняшний день не представляется возможным, мы видим, что Центральный район имеет свою многоэтажную сложившуюся застройку, как я уже обозначал, в Центральном районе будет серьезно подходить к вопросу по ведению работ по многоэтажной живой застройке в районах индивидуальной живой застройки после их сноса и возведению объектов, необходимых под многоэтажное живое строительство. В том числе мы видим, что Центральный район на сегодняшний день, ну, имеет необходимость и есть такая потребность в ведении работ по строительству торговых объектов, в том числе и объектов общественной, скажем так, направленности, общественной необходимости, поэтому перспективы при, скажем так, рассмотрении, освоении средств бюджета в следующих периодах будут рассматриваться вопросы, в том числе и ведение работ по необходимым, по необходимым, как я обозначил, объектам, в том числе и Центрального района. А если говорить Центральный район, это еще и магистрали крупные, часто бывает вечером, утром, замечаешь, пробки есть, площадь Ленина, Советская улица. Может быть, есть ли необходимость у нас строить подземные переходы? Если смотреть в целом концепцию развития транспортной инфраструктуры города Гомеля, то здесь необходимо отметить то, что в соответствии с сегодня действующим ТКП, прежде чем подступать к разработке непосредственно самой проектно-смертной документации и ведение какого-либо работ по строительству тех или иных объектов, необходимо проведение сначала прединвестиционной предпроектной стадии. Так вот, если посмотреть по Центральному району, то здесь и Центральная, скажем так, магистраль, которая на сегодняшний день требует проведения работ по ее расширению, это улица Интернациональная. Мы видим, что улица Интернациональная соединяет, ну, скажем так, сердце нашего города – это Центральный район, с крупным районом – это Советским, непосредственно по Интернациональной, в дальнейшем по улице Барыкина мы видим движение автомобилей и соединяет в том числе Центральный район через улицу Интернациональную, в дальнейшем с Новобелецким районом. Также мы рассматриваем сегодня и прорабатываем вопрос по необходимости строительства подземных пешеходных переходов в центральной части нашего города, это непосредственно вблизи Дома спорта профсоюзов и в районе Киевского спуска. На сегодняшний день уже проведена, скажем так, работа по проведению тендера, выбрана подрядная организация, это Минская организация, которая сегодня занимается разработкой прединвестиционной стадии. После того, как она будет получена, рассмотрена на архитектурном совете, где будут рассматриваться все требования действующих градостроительных норм и правил, будут проведены все необходимые согласования со всеми необходимыми министерствами и ведомствами, и когда она будет утверждена, тогда будет рассмотрен вопрос о необходимости и возможности проведения дальнейших проектных работ. Вот. Чем же это обосновано, вот задают граждане вопрос нашего города. Но если посмотреть, вот мы сегодня отслеживаем ту динамику, которая на сегодняшний день существует по увеличению, скажем так, тех автомобилей, которые сегодня есть в городе Гомеле, то динамика за последние 3-5 лет показывает, что идет ежегодный рост числа автомобилей. Если посмотреть вот за последних уже несколько лет, то это количество достигает без малого уже почти 20 тысяч ежегодно, и, как я сказал, перспективы динамики развития, мы видим ежегодный прирост абсолютно величины автомобилей в городе Гомеле. Поэтому, видя те проблемы, которые существуют уже сегодня, по, скажем так, безопасной, комфортной эксплуатации наших дорог, для как движения пешеходов, так и движения наших автомобилистов, мы видим, что вот этим вопросом надо заниматься уже сегодня, для того, чтобы обеспечить как сегодня, так и в дальнейшем безопасное и комфортное движение. Что же касается непосредственно подземных пешеходных переходов, то, как я сказал, вопрос о проектировании строительства на сегодняшний день еще рассматривается только на уровне прединвестиционной стадии, только после ее утверждения будет рассматриваться в дальнейшем. Поэтому это план только, скажем так, изучения этого вопроса, о целесообразности и необходимом объеме инвестиций и возможности ведения вообще в последующем подобных работ. Что же касается, ну скажем так, необходимости, то мы видим, что сегодня движение пешеходного перехода и движение пешеходов у нас происходит по диагоналии непосредственно по всей площади Ленина. Конечно, это, ну скажем так, вызывает определенные у нас опасения в безопасности движения, во-первых, самих пешеходов, потому что неоднократное пересечение транспортными потоками такой большой площади, как пешеходами, так и автомобилями. Поэтому здесь необходимо подступаться и рассматривать этот вопрос. Мы пытаемся изучать эту проблему, искать какие-то наиболее рациональные пути решения подобной ситуации. Я думаю, что, ну, если все-таки пройдет утверждение прединвестиционной стадии и будет возможность проектирования дальнейших данных объектов, то это будет большим подспорьем для безопасного движения наших пешеходов, комфортного движения, ну и, понятно, увеличить пропускную способность, комфортность движения как пешеходов, так и автомобильнистов в дальнейшем. Павел Евгеньевич, мы, в свою очередь, тоже не остались позади этой темы, и наши журналисты обратились к жителям областного центра, побывали с опросом на улицах города и узнали, нужны ли нам подземные пешеходные переходы. Смотрим сюжет. Подземные пешеходные переходы всем удобны, и пешеходам, и водителям, это однозначно. Будет всегда лучше, когда меньше людей будет на дороге. Конечно, лучше будет, если будут подземные пешеходы. Мне кажется, это лучший вариант. Чем меньше людей, тем безопаснее на дороге. На площади? Да. Но я считаю, что нужны они. Ну, пора как-то менять городов, первых, а во-вторых, ну, это удобнее для движения транспорта. Ну, меньше будет стоять. Наверное, удобнее, но с другой стороны, не знаю. И так хорошо. Подземный переход нужен на интернациональный. Вот такие мнения мы узнали, уважаемые телезрители, от наших гомельчан по поводу строительства подземных пешеходных переходов на площади Ленина. Ну, и в свою очередь, наверное, эту тему стоит раскрыть еще и с нашим гостем. Это Руслан Артурович. Расскажите, пожалуйста, вот насколько нам нужны подземные пешеходные переходы, насколько они себя оправдывают. Вот у нас недавно был построен, относительно недавно, на Барыкино, да, улице. Это подземный пешеходный переход. Насколько это актуально? Какая там аварийность? Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и вместе с тем до сих пор недостаточно разработанных разделов организации дорожного движения. Сложность заключается в том, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. А при расчетах светофорного регулирования трудно предугадать психологические факторы, присущие отдельным группам пешеходов. Поэтому безопасность движения пешеходов и пересечения ими проезжей части без задержек возможно осуществить только пешеходными переходами в разных уровнях. То есть получается мы разводим, сверху идут автомобили, под дорогой, подземный пешеходный переход идут люди. Мы таким образом развели в разные части и снизили вероятность. Либо надземные пешеходные переходы. Да, в соответствии с требованием нормативного документа технического кодекса установившейся практики улицы населенных пунктов строительной нормы проектирования, при разработке и проектировании автомобильных дорог и городских улиц категории М, где скорость движения транспорта повышена до 80 либо 100 км в час, пешеходные переходы должны быть обязательно в разных уровнях с проезжей частью. При проектировании автомобильных улиц категории А и Б допускается наличие пешеходных переходов в одном уровне, но если интенсивность движения пешеходов превышает 3000 автомобилей в час, либо интенсивность правоповоротного транспортного потока свыше 300 автомобилей в час, то пешеходные переходы должны быть также в разных уровнях. Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях и при меньшей интенсивности транспортного пешеходного потока, если это вызвано необходимостью. И, соответственно, проведены соответствующие работы по подсчету пешеходных потоков и дальнейшему проектированию подземного либо надземного пешеходного перехода. Но одно дело, если говорить о пешеходных переходах где-то на больших и малых улицах города, где-то в спальных районах или в том же частном секторе, например, как на улице Барыкина, или пешеходный подземный переход на Сельмаши, к которому давным-давно все привыкли. Но здесь мы затрагиваем площадь. Учитывая имеющуюся интенсивность транспортного потока и наблюдающиеся в часы пик, в вечерний и утренний часы пик задержки и заторовой ситуации движения транспорта при передвижении пешеходов в одном уровне с транспортом, имеется необходимость все-таки разведения их в разные уровни. То есть пешеходов либо отправлять на подземные пешеходные переходы, либо устройство транспортных тоннелей. Естественно, транспортные тоннели являются более дорогими, и вынос подземных коммуникаций будет достаточно более сложен, чем при строительстве подземных пешеходных переходов. То есть в этой теме все четко регламентировано, все придерживается правил. А есть вообще примеры подобные строительства подземных пешеходных переходов? Если брать хотя бы город Минск, мы имеем не один пример, где имеются площади и пешеходные потоки разведены с транспортными потоками в разных уровнях. Это взять, к примеру, размещение торгового центра столица. Там пешеходные потоки разведены с транспортными, и пешеходные направлены только под землю. Также Октябрьская площадь, где имеются подземные пешеходные переходы и другие участки. К примеру, в городе Гомеле тоже достаточно подземных пешеходных переходов. У нас их насчитывается уже шесть. А также два надземных пешеходных перехода, которые пролегают над железной дорогой. Проходят, соединяют с собой центральный район города Гомеле с советским районом, и также железнодорожный район по улице Кирова с железнодорожным районом в районе Гомсельмаша. Где еще ожидать появления подземных пешеходных переходов? Строительство подземного пешеходного перехода предусмотрено преданвестиционной проектной документацией по реконструкции улицы Интернациональной в районе средней школы номер 19 города Гомеля. Также строительство подземного пешеходного перехода предусмотрено в составе строительства проекта «Мандарин Плаза» под проспектом Реческим. После окончания всех работ по благоустройству будет построен и введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход, который был запроектирован по требованию как госавтоинспекции, так и городских властей в составе данного торгового центра. Руслан Артурович, вот еще такой вопрос. Было очень много раньше разговоров по улице Кирова, в частности по кольцам, которые там были сделаны. На данный момент, ну, насколько мне известно, есть очень много и положительных отзывов. По-моему, уже люди привыкли, и пешеходы те же самые. Вот насколько это оправдала та реконструкция Кирова, которая была сделана? Реконструкция улицы Кирова с устройством кольцевых пересечений полностью себя оправдала в плане уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибали, либо получали увечья люди. Это одна из основных, один из основных факторов безопасности дорожного движения. Значит, увеличение пропускной способности, поспособствовала реконструкцию улицы Кирова. Также уменьшение конфликтных точек, улучшение левоповоротного движения, исключение заторовых ситуаций, которые сейчас практически не образовываются на всем протяжении улицы Кирова. Ну и, естественно, это снижение уровня аварийности. Вот, кстати, об этом хотелось бы детально поговорить. Что говорит статистика? Статистика говорит, что количество дорожно-транспортных происшествий приближается к нулевым показателям. Значит, до реконструкции улицы Кирова насчитывалось за последние три года более 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибло и более 20 получили ранения различной степени тяжести. Если говорить после реконструкции улицы Кирова, то аварийность снизилась в разы и дорожно-транспортных происшествий с погибшими в них людьми не зарегистрировано. Имеются только факты единичные в дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали люди. Уважаемый гость, хочется все-таки вернуться к теме благоустройства и уюта нашего города. И это сердце нашего города, это центральный парк. Есть ли какие-то планы? Уже многое сделано было по набережной нашей на Саже. Что-то планируется еще новое делать? Ну, Павел Евгеньевич сказал, что то, что уже сложилось с точки зрения застройки в центральном районе, оно уже есть и тут ничего. Если в целом о центральном районе сказать по благоустройству, но перед ними сейчас стоят задачи совершенствовать то благоустройство, которое они имеют, улучшать его качество, уход за ним, что немаловажно. И совершенствовать какие-то архитектурные формы уже существующие или создавать новые. Поэтому центральная часть у нас, она уже сложена и ничего дополнительного. Самодостаточное? Нет, просто здесь нет уже никакой возможности что-то новое придумывать, что-то давать. Я же еще раз повторяю, перед ними, что касается исторической центральной части города, стоят задачи максимально, значит, улучшать качество содержания имеющихся объектов и их усовершенствования. Будут ли строиться, вот, Павел Евгеньевич, будут ли строиться еще какие-то новые развлекательные центры, может быть, какие-то рекреационные зоны, детские городки, что-то вот такое для отдыха, для гомельчан. В Новобилице есть хорошая у нас тоже зона отдыха. Ну, скажем так, чего на данный момент для полного счастья не хватает городу и гомельчанам? Давайте, наверное, это я отвечу на этот вопрос, что касается зон и всего. Да, на сегодняшний день тот же центральный район, он развивается в этом направлении, что вы сейчас хотите услышать. То есть они сейчас создают новые зоны отдыха, новые зоны отдыха, это в районе озера Буре, так скажем, в районе Ледового дворца и слева и с правой стороны зоны отдыха, пляжные зоны, чем они гордятся и чем они, значит, преподнесут подарки горожанам. То же самое в Советском районе нашли, значит, средства собственными силами, также благоустраивают зоны отдыха и создают новые пляжные зоны, куда, особенно в летний период, конечно, идут огромные массы людей. Ну, на ваш взгляд, у нас пляжей хватает или все-таки стоит еще расширять? Значит, на сегодняшний день, это не пляж, это мои наблюдения и расчеты, пляжей у нас достаточно, что касается центральной части, другое дело, что не всем удобно добираться сюда, допустим, с улицы Макайонок, 19-й микрорайон, 17-й микрорайон. Им, конечно же, с детьми, с малыми удобнее в эту жару, в зной, чтобы иметь пляж на озерах по улице Мазурово. Чем и заниматься сейчас администрация центральной района в этом году они получат. Благоустраивают для них зону отдыха на высоком уровне в районе, так называемого, Абкомовского озера. Там очень уютно, там большие зеленые зоны, там предусматривается и установка биоталетов. Контейнеров для сбора отходов, катание на велосипедах, наверняка будут какие-то катамараны и все. То есть, да, работает в этом направлении буквально все администрации, у которых позволяет водный бассейн это делать. Количество автомобилей не уменьшается, а увеличивается с каждым годом. Соответственно, необходимо позаботиться и о парковках автомобильных. Я отвечу на этот вопрос, потому что в прошлом году была проведена огромнейшая работа по устройству парковочных мест в центральной части города. На части улиц мы разрабатывали проект на смертную документацию. Согласовали, конечно, и с работниками госавтоинспекции. Нам удалось в прошлом году произвести работы по устройству 1500 парковочных мест. Это улица Крестьянская с двух сторон, это улица Лангин, на улице Белецкого, это улица Гагарина, Карповича и так далее. И сейчас продолжаем эту работу. Ни одного технического условия на застройку микрорайона, застройку субъектов хозяйствования, паркинга, торговых центров. Всегда мы первое требование, которое мы обозначаем, техническое устройство парковочных мест. Вот хотелось бы еще вернуться к теме победы Гомеля на республиканском конкурсе. Конкурс проводится с 1998 года, и мы уже, это для Гомеля не первая победа. Согласитесь, вот ваше мнение. Такие победы, это достается цену не только труда власти, каких-то разработок новых проектов, но и каждого жителя областного центра. И не только каждого жителя, а всех отраслей, которые работают и на благоустройство, и обеспечат жизнедеятельность города Гомеля. Ведь смотр-конкурс, да, город Гомель на протяжении последних лет пять раз стал лучшим в республике по наведению порядка на земле и благоустройства города Гомеля. Я называю годы за 2000 год, за 2007 год, за 2011 год, 2012 и вот 2015 год. Какой это труд? Это труд повседневный, трудный и порой никем не замечаемый. Дело в том, что стать победителем при подведении этого республиканского смотра может тот областной центр, который не только благоустроил хорошо площади, значит, имеет хорошие зеленые посадки, имеет хорошие показатели по покраске фасадов. Здесь же учитывается, что касается Министерства МВД, это показатели госавтоинспекции. Что касается Министерства здравоохранения, это ту оценку, которую выставляет городской центр гигиены в общем городу Гомелю. Это и качество воды, это и качество экологи выставляет воздуха. Это целый комплекс показателей, в том числе и железная дорога свои показатели, содержание железнодорожного вокзала, автовокзала. И вот весь этот комплекс достижений складывается в одно целое, сравнивается с другими областными центрами. И наивысший балл – это и есть победа. Уважаемые гости, мы не можем не затронуть вопрос строительства магистрали. В частности, восточный обход на каком этапе и магистраль Север-Юг. Что это за объекты, что они дадут, когда они будут введены в эксплуатацию полностью? Вот эти два объекта, которые вы обозначили, Татьяна, они дадут очень серьезный эффект в плане закольцовки города Гомеля. И пропуск транспортных средств возможен без заезда непосредственно в черту центральной части других районов города Гомеля. А, скажем так, в объезд города Гомеля. Они снимут, скажем так, серьезные транспортные потоки, которые на сегодняшний день едут через непосредственно сам город Гомель. Ну и создают здесь определенные неудобства. Но здесь необходимо правильно понимать реализацию этих проектов. В связи с тем, что они требуют очень большого объема финансовых средств, больших инвестиций при их реализации. Мы подошли с точки зрения, скажем так, реализации поэтапной. Вот если говорить про восточный обход, то все мы знаем, что в прошлом году был выделен и введен в эксплуатацию этап. Это подъезд к 18 микрорайону вдоль бульвара газеты Гомельской правды. Мы видим, что сегодня рамельчане пользуются, скажем так, данной транспортной артерией успешно. Ну и в дальнейшем планируем по возможности выделения финансовых средств и также поэтапно реализовывать, скажем так, эту серьезную магистраль. Что касается объекта Север-Юг, то он в том числе, мы видим, реализуется поэтапно. На следующий, скажем так, период планируем рассмотреть вопрос о возможности, скажем так, окончания определенного, скажем так, этапа. Это соединить уже имеющуюся транспортную артерию в районе пятого микрорайона, который мы видим, что уже была начата ранее. Необходимо, скажем так, довести до логического завершения. Но, скажем так, чтобы мы все вместе понимали, реализация этих двух очень важных и нужных, скажем так, объектов не снимет полностью всю ту задачу, который сегодня стоит перед нашими, скажем так, властями и перед тем, чтобы комфортно и безопасно могли двигаться как пешеходы, так и транспортные средства, необходимо, скажем так, вести работы параллельно. Они друг друга только дополняют и ни в коем случае не исключают. Это вот ведение работ по расширению улиц нашего города, строительство, скажем так, новых транспортных объектов непосредственно уже в существующей черте города Гомеля, которые, скажем так, будут друг друга дополнять и, ну, обеспечить тот безопасное и комфортное движение наших пешеходов-автомобилистов. Да, уважаемые гости, спасибо, что пришли к нам в студию, спасибо за интересный разговор. Мы сегодня напоминаем, что разговаривали про основные планы по развитию города над Сожем, его перспективу, его победу на республиканском конкурсе. Ну, а мы ожидаем еще гостей в нашей студии и с ними совершим историческое путешествие по нашему любимому Гомелю. Оставайтесь с нами, не уходите далеко. Мы еще раз приветствуем тех, кто присоединился к нашей дружной компании на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Гомель уютный, вчера, сегодня, завтра тема нашей сегодняшней передачи. И наши следующие гости, как никто другой, лучше знают, каким же был наш город несколько столетий назад. Владимир Адамович Литвинов, заместитель директора музея по научной работе Гомельского дворцово-паркового ансамбля. И Татьяна Федоровна Литвинова, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот первый вопрос такой. Гомель – это не просто географическое место, находящееся в самом центре восточнославянской цивилизации. Это тысячелетняя история развития города из племенного центра Радимичей в крупнейший областной центр Беларуси. Владимир Адамович, расскажите все-таки, с каких веков, с каких столетий Гомель берет свое начало? Это территория, это высокий холм между двумя оврагами, который известен теперь как Киевский спуск и Лебяжий пруд. То есть вот это два оврага, между которыми и начиналась, и развивалась древняя жизнь нашего города. Самые древние материалы, самые ранние материалы, которые мы нашли на этой территории, относятся к эпохе еще верхнего палеолита. То есть это где-то порядка 12-13 тысяч лет тому назад. Исторически сложилось так, что географическое расположение Гомеля практически в самом центре Европы предопределило его превращение в крупный транспортный и коммуникационный узел. Такому же Гомель и сейчас остается? Ну, вы знаете, наверное, не сразу Гомель стал таким очень крупным транспортным и коммуникационным каким-то узлом. Потому что, если брать вот период Древней Руси, то мы находились всего лишь только на одном ответвлении знаменитого пути из Варяга в Греки, который проходил по Днепру. Вот наш, скажем так, участок назывался Нарадимичи, то есть вот пассажу Нарадимичи. И в период Древней Руси это преимущественно были именно водные пути сообщения. А вот именно таким крупным коммуникационным центром, уже завязанным на шоссейные, на железнодорожные пути, Гомель стал уже в 19 веке. Вот если говорить опять-таки про историю, откуда Гомель берет свои истоки, нельзя не сказать о владельцах города Гомеля. И для Гомеля примечательен такой факт, что им владели два фельдмаршала, оба с высочайшими именами. Это Петр Александрович Румянцев-Задунайский и Иван Федорович Паскевич. Вот на ваш взгляд, ведь их имена неразрывно связаны с историей развития Гомеля. Что эти люди дали для нашего города? Как раз только что говорили о средневековом городе. И это было свое образование и в плане улиц, и в плане центровки. А при Петре Румянцеве убираются остатки замка, то есть разравниваются валы рвы. Бывшего до этого времени строится дворец на высоком берегу реки. При его сыне Николая Петрович Румянцеве вообще меняется градостроительная ситуация в городе. По принципу трезубца, как это было в Петербурге. И при Иване Федоровиче Паскевиче он разрастается шире. Главным объектом является площадь торговая, базарная. И, собственно говоря, он, в отличие от Румянцевых, свою усадьбу, дворец, окружает ограды. Превращает ее в такое камерное, так скажем, усадебное явление. И постепенно город растет, растет, расширяется. И, в принципе, действительно их влияние на историю велико. Не случайно поэтому у нас даже в музее целая экспозиция посвящена бывшим владельцам Гомельского имения, Румянцам и Паскевичам, не потому, чтобы превознести их имена вообще, а потому что город, теснейшим образом, все его судьбы связаны. Ведь на протяжении долгого времени при Румянцевых и один период времени при Иване Федоровиче Паскевиче, это был частно-владейческий город, то есть все, что происходило, это было связано с крепостными крестьянами, дворянство, все это решалось их судьбами. Ну и, в общем, в последующий период и при сыне фельмаршала, и при невестке, ну, город был тесно связан с теми пожеланиями или какими-то вспомоществованиями, которые делали Паскевичи. Ну вот, 19-й, 18-й, 19-й века город активно развивается, и уже к началу 20-го века численность населения, ну, ни много ни мало, 100 тысяч, а ведь такими достижениями далеко не каждый город мог похвастаться. Да, вот тут мы опять возвращаемся к теме коммуникаций. Громадную роль в судьбах города сыграла прокладка в 1850 году через Гомель-Шоссе-Санкт-Петербург-Киев, потом здесь же прошла телеграфная линия, и, наконец, 70-е-80-е годы, это две линии железной дороги. Это сначала Лебава-Роменская, потом Полесская железная дорога. Я хочу сказать, что вот это во многом определило очень мощный такой импульс для экономического, социального развития нашего населенного пункта, потому что именно, вот, ну, представьте, в 1860 году, значит, население Гомеля составляло 17 тысяч человек. Это было сопоставимо с таким же, допустим, уездным центром, как Рогачев. Ну, где-то немножко меньше, например, жило там в Чечерске, но не намного меньше, да. И вдруг, значит, в Рогачеве, допустим, в начале 20-го века так и оставалось, там где-то 20-30 тысяч человек, в Чечерске и того меньше. А Гомеля вдруг в 1913 году 104 тысячи человек. То есть именно очень мощное и такое вот активное экономическое развитие. Торговля пошла, торговля шла по всем направлениям. Когда-то мне посчастливилось собрать очень интересную такую коллекцию торговых пломб, когда строилась набережная, вот еще старая часть набережной строилась. И, вы знаете, потом я просто эти пломбы разложил по местам их происхождения. То есть товары приплывали и по железной дороге, да, и по реке приплывали. И что получилось? Великолепный спектр отношений с, ну, теперешней Польшей. Ну, тогда это в составе Российской империи. То есть из лодзи, там, мануфактура, там, кружева, там, шляпки, перчатки, там, что-то. Значит, с Украины, вот, с южных областей, так сказать, нашей тогдашней Российской империи шел хлеб, мука, там, и прочее. Предметы такого более изысканного часы, там, всевозможно, шли из Прибалтики. То есть вот эти пломбы торговые, которые были найдены мною и многими другими краеведами, представьте, с набережной, они показали, что экономические отношения были очень мощными. И причем вектор был преимущественно, вот, начиная с север, запад и юг. То есть вот с востоком как-то немножечко меньше были отношения. В общем, я, позвольте, скажу, что надо еще пояснить, что Рогачев-то остался на железной дороге, но там она имеет направление север-юг, а Гомель, особенность его в том, что это узел, то есть север-юг Лебово-Рубинская и запад-восток Полесская. То есть это действительно очень обширное, ну, как лучевое такое направление самого разного движения. Я хотела и уточнить, на ваш взгляд, все-таки такое развитие Гомеля на тот период было достигнуто за счет чего? Удачное месторасположение или руководитель, который стоял в городе, который правил городом? Понимаете, говорить о каком-то одном руководителе, который правил в этот период Гомелем, невозможно, потому что, Татьяна правильно заметила, паскевичи локализовали свои усадьбы. То есть их судьбы всего города уже как-то, ну, в меньшей степени, наверное, затрагивали, хотя они вкладывали очень большие деньги, благоустройство, там, эта система и канализации, и водоснабжения, и прочее, прочее, прочее. Бойницы строили, да, да. Но, значит, это уже в большей степени было, наверное, какое-то общественное явление. То есть появились там органы самоуправления городского, там, уездного и прочее. То есть в большей степени я все-таки это соотношу с экономической составляющей. Пять туров, например, да, в Древней Руси, это был крупный центр, река, решающую роль играла. Все, потом это становится, в общем, таким, ну, как и ныне, да, поселком. А Гомелю, ну, давайте скажем, повезло. Повезло. Вот Чечерск остался вне железной дороги, и он, ну, мы видим, что Чечерск, вот, и в начале века, это уже было просто небольшое местечко. Да, да, хотя, вот, ну, где-то брать середину отечку, середина 19 века была, ну, практически одинаковая города. А по промышленности Гомель даже, наверное, как бы и с Могилевым центром губернии на тот период времени. Да, все источники отмечают, что вот Гомель в своем вот этом очень таким бурным развитием, он превзошел даже губернский центр Могилев в начале века. Вот, вот, вот. Ну, в истории Гомеля, если мы уже вот сегодня говорим в целом о истории Гомеля, были и не очень хорошие времена. Это Первая мировая война, Вторая мировая война, которая оставила после себя уже Гомель вообще практически опустошенным и разрушенным. Как вставал город из руин? Наверное, если попытаться себе представить то, что творилось в душах людей в тот период времени, еще не устоявшаяся советская власть, очень сложная ситуация политическая, было нелегко, наверное, то, о чем очень хорошо Булгаков в своей Белой Гвардии писал. А вот, что касается Второй мировой, то это очень сильное уничтожение города, руины, улицы были наполовину разрушены, есть такие цифры 80% в центральной части разрушений. Сегодня мы имеем не только фотографии, которые делали советские воины, вот, маршал Аркасовский вспоминал, что Явгомель знал до войны, а когда въехал туда, просто он изменился до неузнаваемости. Действительно, очень много было разрушено зданий и много есть съемки тех же самых фашистов, которые нам сейчас показывают в деталях все улицы и дома, многие улицы и дома. Кстати сказать, что в тот период времени восстанавливали город по, наверное, очень правильному принципу. В первую очередь поднимали коробки домов, добавляли, где-то разбирали руины, и это позволило очень быстро как-то в центре, ну, по старым схемам возвести дома. Ну, некоторые из них украшали сталинскими элементами архитектуры, так называемой, вот, спрятав когда-тошний модерн буржуазный, так называемый. Ну, тем не менее, вот, поднимали достаточно быстро, и мы сегодня можем отслеживать это и по вот этим немецким съемкам, и по фотографиям, которые делались, ну, как... Когда снимались дома, я имею в виду, замерялись и так далее, вот, то были такие контрольные снимки, позволяющие сегодня нам говорить, что, например, вот этот дом имел такой вид, и сегодня он мало изменился, хотя на фронтоне будет написано 1953 год, например. Это год восстановления, а в основе дома лежит тот еще старый дом с его проемами, оконными, дверными. В принципе, разрушения и утраты очень сильные, но и... Говорят, что вот если стояли люди на вокзале, да, где сейчас, теперешние, то был виден Дорсово-парковый ансамбль практически, вот, по прямой. Да, это вспоминал даже вот мой отец, который после демобилизации в 46-м году, он приехал в Гомель, еще в 46-м году Гомель лежал в значительной степени в руинах. То есть он говорит, что просматривался город просто и вдоль, и поперек. Особенно вот на двухэтажные дома, они, конечно, присели, и дом коммуны виден был, да, потому что он сохранился, а вот эти маленькие на проспекте Ленина дома... Да, надо помнить, что ведь этажность города была очень маленькая, самые высокие дома были, это дом специалистов, угол Комсомольской Кирова, дом коммуны, круглый дом, как его называли в Гомельчане, на Пушкина, а в целом-то этажность домов была маленькая, поэтому когда-то все, ну, еще и было снивелировано войной... А еще стали поднимать, кстати, этажи, когда восстанавливали дома, особенно на Советской, то там, где было два этажа, третий этажный отстраивали и так далее, вот, и некоторые дома, вроде бы, как он в облике до революционного, например, там, Орловский банк, да, но на самом деле он был двухэтажный, а сейчас он трехэтажный, угол Иренинской и Советской, 28, вот, к примеру. То есть интересные такие факты, Александр? Ну, как бы там ни было, как бы не разрушался наш город, все равно были и остаются символы. Ну, это Дворцово-Парковый ансамбль, Дворец Румянцевых и Паскевичей. Что, о каких символах можно еще говорить, что, скажем так, олицетворяет наш город? Такой интересный вопрос, потому что, ну, как-то так вот согласитесь, что на фоне Дворцово-Паркового ансамбля как-то все остальное немножечко как-то вот, ну, уходит, куда-то меркнет, потому что все-таки... Ну, ну, вот, такой тривиальный, просто человеческий, так сказать, да, такая особенность Гомеля с точки зрения именно жизни человека, вот мы об этом же и говорим, да. Все, кто приезжают к нам, друзья, там, из-за границы иногда, приезжали к нам, допустим, там, московские специалисты, когда речь шла о возможности придания Дворцово-Паркового статуса, ансамблю статуса кандидатов в включение во всемирный список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Вот. Приезжала Наталья, фамилию запамятовал, очень, она... Душкина. Душкина, Душкина, Наталья Душкина, она эксперт ЮНЕСКО. Ее дедушка строил высотки в Москве в старинское время. Да. И вообще она эксперт ЮНЕСКО по архитектуре именно. Что ее поразило, что, находясь в центре города, вот на улице Советская, там, на центральной площади, реки же не видно с площади, мы ее провели, и вдруг она увидела, что, а там река, а на той стороне пляж. Пляж, куда могут пойти люди, и через пять, то есть находясь в центре, через пять минут ты можешь уже в плавках загорать на берегу реки. Вы вот, ну, вспомните, что, например, в Беларуси таких, ну, по крайней мере, областных центров точно нет. Кстати, да. То есть вот человечность, скажем так, соотношение города с его коммуникациями и все, и вот этой очень близкой природы. Гомель всегда впечатлял и впечатляет наших гостей. И есть такие факты, что в Гомеле бывал император Николай I вместе с семьей, а также выступал Леонид Утесов. Кто еще из известных людей бывал в нашем городе? Ну, дополню еще интересный факт. Клавдия Шульженко. Песня «Старый парк» посвящена именно нашему Гомельскому парку. Я бы тут хотела еще в более раннее время шагнуть. Нам в Павловске говорили, что есть, ну, некие такие косвенные документы, которые говорят о том, что Павел I, еще будучи великим князем, со своей супругой Марии Федоровной, когда путешествовал на запад, то в строящемся дворце Петра Румянца, он якобы, они останавливались там на какое-то время. Ну, факты еще нужно подтвердить. А что касается Николая Павловича I, который отцом-командиром называл фельдмаршала Паскевича, то тот бывал, и семья его бывала несколько раз тут. Это были очень такие пышные приезды, по этому поводу устраивали специальные там приемы, останавливали огромную свиту, не только во дворце, но и в окрестных там домах, и большие подарки привозил Николай Петрович. Вот эти знаменитые вазы фарфоровые, огромные, напольные, или канделябры, выполненные на императорском стекольном заводе из хрустального стекла, большие, и все это вот оставалось, дарилось. Потом уже при Федоре Паскевиче приезжал Александр II с супругой, свидетельством о чем остались тоже дары, это большие вазы каменные с канделябрами, бронзовыми вазы, правда, не сохранились, а вот канделябры у нас сейчас в музее хранятся. Николай II дважды бывал в Гомеле, встречался с Ириной Ивановной Паскевич, и писал ей телеграмму, что он восхищен ее таким мужеством и поддержкой войны, потому что она лазареты открывала за собственные средства и помогала очень, вот это шла Первая мировая война в то время, и он бывал там. Ну, а что касается деятелей литературы, искусства, когда в эмиграцию Бунин уезжал, он бывал в Гомеле. А был ли Пушкин? А вообще это же линия... Вот, я хотел тоже дополнить Татьяну, то есть вернуться немножечко в более раннее время. Дело в том, что, ну, абсолютно, вот мы знаем, это указано на плане 1799 года, на более ранних планах, вот мы говорим Киевский спуск, Киевский спуск. Ну, для нас это просто пешеходная артерия, по которой можно спуститься вниз. Прогулочный такой вариант. А ведь Киевский спуск, это была очень важная магистраль. Это был фрагмент, скажем так, вот того самого шоссе Киев-Санкт-Петербург, который до строительства моста в 1858 году. Ведь через понтонный мост или там деревянный мост коммуникация шла по Киевскому спуску. Можно было выехать на Румянцевскую, советскую, и поехать дальше, так сказать. На север. Да, это в сторону Санкт-Петербурга. А на Киев, через Якубовку, не так, как сейчас проходило шоссе. Потом оно же только соединялось. А раньше немножечко по-другому шла трассировка вот этого шоссе. То есть все, кто ехал из Санкт-Петербурга на юг, в Киев, по крайней мере, они, по идее, должны были приезжать через Гомель. В том числе мы подозреваем, что мог ехать и Александр Сергеевич Пушкин. Что-то засвидетельствовало. Может быть, он проехал и остановился. Через Гомель, когда приезжал в Ветку. Вот мы сейчас говорим о дорогах, о тех, кто проезжал. А может быть, у нас есть тоже, опять-таки, исторические какие-то факты необычных названий улиц. Те, которые сейчас, например, в Ланге там называлось в честь барона... Да, 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 да. Что еще у нас есть такого примечательного? Что касается исторически сохранившихся названий, то, наверное, эти улицы можно на пальцах одной руки посчитать. Буквально по пальцам. Из исторических названий это улица Волотовская. Что там еще? Ветковская. Ветковская. Полецкая. Рогачевская. Вот это старая. То есть, смотрите, они преимущество такого топонимического содержания. То есть определяющего географического направления какие-то. Вот, географического такого содержания. Из исторических названий. А вот, к сожалению, город наш в значительной степени обделен именно исторической топонимикой. Потому что, ну, большинство это все уже в 19-м году, в 1919-м году с укреплением, уже установлением советской власти в окончательном варианте в Гомеле, большинство названий было изменено. А действительно, были, ну, например, там, улица Пушкина, хорошее тоже название, но это была Липовая, потому что она была высажена Липовой аллеей, допустим. Улица теперешняя Белецкого, улица Миллионная. А Миллионная ведет еще от времен Румянцева, потому что там у него был и большой магазин. Сначала экономическая называлась. Экономическая, потом Миллионная, да, потому что и Миллионная площадь была. Там вот, где Охотничий домик, перед Охотничьим домиком была Миллионная площадь. То есть Базарная площадь, Конная. Ну, на Миллионное самое место было бы расположить банк, к примеру. Да, наверное. Вот там, кстати, почему-то, по иронии судьбы, ни один банк не локализуется. Хотя, вот, это была и такая, именно во времена Румянцева, да и во времена еще Первого Паскевича, это была такая вот мощная экономическая составляющая нашего города. И нам остается поблагодарить за то, что этот вечер вы провели вместе с нами на телеканале «Беларусь-4». И благодаря вам мы совершили с нашими зрителями удивительный экскурс в историю нашего города. Нам тоже было очень приятно общаться с вами. Спасибо огромное, что пришли. нашему родному городу, любимому Гомелю. Хочется пожелать дальнейшего процветания, уюта нашим зрителям. Всего доброго, хорошего вечера. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова